Здравствуйте! Как можно не запомнить простые правила, сетуют те, кто часто пересекает перекресток, где организовано круговое движение? Сегодня наши телезрители много раз услышат от инспекторов, как проезжать перекресток, где организовано круговое движение. Полицейские напомнят, объяснят каждому водителю и выслушают их оправдание. Забегая вперед, скажем, вот с оправданием вообще интересная история. Оказывается, практически никто себя неправым не считает. Мол, вот так обстоятельства тут складываются на кольце. Вы должны в данном случае были перестроиться на правую полосу, а затем только, наверное, поворачивать направо. Так на правой полосе машина стояла. Ну так машины стоят, пропуская пешеходов. Я понимаю, что все у нас люди спешат, но из-за этой спешки происходят столкновения. Однако здесь на круговом движении они зачастую происходят. Здесь проживаете-то. Часто здесь, наверное, ездите. Знаете, как здесь люди ездят. Кто-то по правой полосе продолжает движение по кругу, а кто-то пытается слева и полосы повернуть направо. Я в кругу шел по правой полосе, а на выезде машина стоит, пешехода пропускает. Я в эту полосу. Так вы должны так выезжать справа полосы. Я справа, я только... Где вы объехали, вы по левой полосе ехали, перед вами по правой полосе стояли две машины. Они остановились перед пешеходным переходом, пропуская пешеходов. А вы, чтобы не ждать, как все слева полосы, повернули направо и во вторую полосу сразу. Камера снимает, как вы нарушаете? В смысле нарушаете? С кругового движения-то у нас как нужно выезжать? Ну. А как вы выезжаете? И так, и так все выезжают так же. Как вы на всех-то не смотрите, вы должны руководствоваться правилом дорожного движения. Дорожное движение. Но нарушаете. Идет по внешнему. Как выезжать нужно, согласно пункту 8.5 ПТД? С правой стороны. А вы как выехали? Повнутри идет уже внутренний движение. При повороте, в данном случае при повороте направо, вы должны занять заблаговременно крайнее правоположение. Повернули направо. Я тут шустрее, наверное, бываю. Что вы бываете? Ну, уже я, в принципе, знаю. Вот 9 лет ездим, все. Понятно, что вы шустрее, кто-то так же шустрее, но по правой полосе поедет на Хангельскую. Либо еще дальше по кругу. Согласно пункту 8.5 ПТД, с кругового движения, как у нас нужно выезжать? Да, с правой. С правой, да. При повороте, в данном случае, направо вы должны заблаговременно занять крайнее правоположение. То есть, перестроить справую полосу и выезжать в правую полосу. Вы, соответственно, слева полосы начали поворачивать, направо вторую полосу, что автомашина, которая ехала по правой полосе на Хангельскую Субару, пришлось ей пропускать вас и продолжить движение. Так там же дофига народу-то выстраиваться ведь, правильно? Ну да, правильно. Ну да, как бы заранее-то тоже не получается. Вы вот откуда едетесь? Я? С Краснодонца? С Архангельской. Ну, с Архангельской. Вы так по правой полосе едете, и все нормально. Там вас пропустят, на Краснодонце пропустят, на Архангельской пропустят, и все. Нет, я заехал там в внутренней полосе. Но тут, да, не перестроился. Должны перестраиваться. Далее наша рубрика «Безопасные каникулы». Юные череповчане вместе с инспектором ГИБДД будут рассуждать о безопасности в автомобиле. Ребята, вы знаете, кто такой пассажир? Да. Да, знаете. А кто такой вообще пассажир? Это человек, который едет в... В каком-то транспортном средстве, правильно, да? А какие вы знаете правила, которые должны соблюдать пассажиры? Они должны пристегивать ремень безопасности. Ребенок должен перевозиться либо в кресле, либо в автолюльке. Мы не должны отвлекать из-за взрослых. Ребята, вы все верно сказали, но нам нужно не забывать, что, когда родители нас пристегнули ремнем безопасности, во время движения мы не должны его отстегивать, не должны также открывать окна, что-то выбрасывать в них и, конечно же, вести себя спокойно в транспортном средстве, чтобы не напугать водителя. Ребята, а какие водители должны соблюдать правила дорожного движения? Не разговаривать по телефону. Не соблюдать правила дорожного движения. Что заботиться о нашей безопасности. Молодцы. А если, допустим, недалекая поездка, да, и ваш водитель, с которым вы едете, вам предложить не пристегиваться ремнем безопасности, как вы поступите? Ребенок должен настоять на том, чтобы пристегнуть ремень безопасности. А я вообще не поеду, если не пристегнусь. А я напомню папе о штрафе. Ребята, вы ездили в автобусе? Да. А кто какие знает правила поведения в автобусе? Когда зайдешь в автобус, выбрать безопасное место и держаться за поручень. Не бегать по салону автобуса и не толкаться. Если даже ты щадишь, все равно надо держаться за поручень. Ребята, молодцы. Вы хорошо знаете правила дорожного движения для пассажиров. Необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения и, конечно же, не забывать напоминать о них нашим родителям. Договорились? Спасибо. Как оформить европротоколы, расскажут администраторы группы ДТП Череповца. Среди автолюбителей бытует мнение, что европротокол доставит кучу проблем. Возможно, это так, если не знать основных правил его оформления. Но если четко действовать по инструкции, то можно значительно сэкономить свое время. Ведь в горячие часы время ожидания экипажа ГИБДД может достигать нескольких часов. А главное, это поможет избежать пробок. Что за зверь такой европротокол и как не попасть в неприятную ситуацию? Итак, европротокол – это документ, позволяющий оформить некоторые ДТП без экипажа ГИБДД. Официальное его название – это «Извещение о ДТП». Это голубой бламп, который выдают при оформлении страхового полиса. Расходясь в аварии по европротоколу, помимо сэкономленного времени, вы можете избежать возможного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Как можно правильно воспользоваться европротоколом? При аварии сразу убедитесь, что нет пострадавших. Далее, в ДТП участвуют только две машины. И транспортные средства не принадлежат юридическим лицам. Отметим, что автомобиль с прицепом, вопреки частым заблуждениям, является одним транспортным средством. Следующее – это повреждения незначительные. То есть сумма выплаты по европротоколу сейчас составляет до 100 тысяч рублей. Далее, при согласии сторон, кто виновник, а кто потерпевший, проверьте у обеих сторон срок действия полиса ФОСАГО. И дальше смело можете оформлять европротокол. Какие могут быть ловушки и как не стать жертвой мошенников? Обезопасить себя при оформлении должны обе стороны. Во-первых, и виновник, и потерпевший должны сделать фото и видео с места аварии. Во-вторых, помните, что сам бланк, заполненный и подписанный обеими сторонами, остается у потерпевшего. Виновнику же рекомендуется сделать качественный снимок заполненного бланка. Это поможет, если потерпевшая сторона решит добавить несколько пунктов в перечень повреждений своего автомобиля. То есть попросту пойдет на мошенничество. Потерпевшая сторона в течение пяти суток обязана предоставить документы и автомобиль в страховую компанию. Не забывайте, что и виновник ДТП также обязан показать свой автомобиль страховщикам. И тоже в течение пяти дней. Не нужно дожидаться никаких уведомлений и напоминаний. Если вы потерпевший и боитесь, что виновник может передумать о степени своей вины, возьмите с него письменную расписку, что вину он полностью признает, укажите дату, место и обстоятельства происшествия, а также укажите номер автомобилей и водительские удостоверения. Если вы запомните эти простые правила, то оформление Европротокола не доставит вам никаких неудобств. А теперь о безопасности пешеходов. При проезде пешеходных переходов уделяете какое-то особое внимание этому? Всегда смотрю, что пешеходы подходят к пешеходным переходам, стараюсь остановиться. Заранее, да, снижаете? Заранее торможу немножко, чтобы видеть. А сейчас солнце, то есть на это как реагируете? Больше ли усталость за рулем? Ну, обычно козырек опускаю. Но усталость, как бы, на работе садится за рулем. То есть стараюсь не уставать, отдохнуть немножко, отдыхаю. Стараюсь, чтобы все-таки внимательно относиться к дороге. Слава богу, без аварии. Понятно, потому что сейчас детей много, сейчас, сами понимаете, каникулы идут, детей много, так что необходимо предельно внимательно проезжать, особенно нерегулируемые пешеходные переходы, но и на регулируемых уделять внимание. Потому как дети, они, понимаете, могут и на красный сигнал фотофора выбежать. Я же перехожу, я же видели, посмотрел. Это ваше здоровье, это не мое. Я посмотрел направо, посмотрел налево. Я всегда перехожу перед тем, как перейти улицу. И стою, жду, когда они остановятся. А если вот вы переходите в наушниках, и сзади, например, велосипед едет, и у него, ну, что-то случилось с тормозами, и он не успевает остановиться, как вы услышите? Как я услышу? Только в больнице, получается, услышите? В любом случае я не услышу, он быстрее меня едет. Ну, хотя бы он может окриком вас предупредить. Он должен, по идее, спешиться. Должен, должен. Должен, но не все у нас спешиваются, вы это сами прекрасно знаете. Это в первую очередь ваше здоровье, так что его необходимо беречь. Вы давайте аккуратнее, внимательнее, потому что машин очень много сейчас в городе. Солнце, да, вот жарко, водители, многие не успевают среагировать. Вы все-таки с коляской, то есть предварительно самостоятельно убедитесь в безопасности. Или в темное время суток, светоотражающее что-нибудь на коляску, чтобы водители смогли среагировать вовремя. Вы, как водитель двухколесного транспортного средства, что предпринимаете для того, чтобы обеспечить полную безопасность как вашу, так и пешеходов? Ну, прежде всего, соблюдение скоростного режима, особенно в условиях города. Заранее перед пешеходными пешеходами, перед пересками, сфотворами убедиться, что... Нет ли пешеходов, да, на пешеходном переходе? Да-да-да, не начали ли пешеходами. Между рядами, надеюсь, не проезжаете их? Нет. Хорошо это. Стараемся соблюдать рядность. Как вы видите самый безопасный проезд пешеходных переходов? Как регулируем их, так и нерегулируем их? Как вы, как вы... Какие меры вы бы приняли для того, чтобы вот именно безопасно проехать пешеходный переход в первую очередь? Ну, как выход, понимаю вас. А еще, помимо, лично вы, как водитель, что предпринимаете во время движения? Вот инструктор вам говорит, наверное, снизить скорость, да, предварительно. Потому что сейчас каникулы, особое внимание детям уделяется. Потому что они у нас могут выбежать неожиданно из-за близко стоящих машин. Поэтому вам, как будущему профессионалу, я надеюсь, необходимо все это внимать и в последующем применять на практике. На сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.